Холодный сезон в Одессе. Без отопления здесь рискует остаться целый микрорайон. Чиновники сохраняют олимпийское спокойствие, чего не скажешь о местных жителей. Сегодня они вышли на митинг, который закончился ультиматумом. Чем угрожали, расскажет Андрей Анастасов. О перебоях с отоплением эти люди знают не понаслышке. Но впервые им грозит полное отсутствие тепла. Ситуацию усугубляет то, что электрообогревателями в их домах пользоваться нельзя. Не выдерживают старые сети. Не дай бог не дадут тепла. Я не знаю, что это будет. Лучше пропадем. В микрорайоне Шкодова гора проживают около тысячи человек. Раньше они получали тепло от котельной Одесского нефтеперерабатывающего завода. Летом НПЗ конфисковали в пользу государства. И на днях людям сообщили, специально для них котельную никто запускать не будет. Появилось письмо, что нас не будут отапливать в этом году категорически. Местные жители собрались на митинг. Они еще с прошлого года предупреждали чиновников о проблеме. И те даже обещали построить для жилмассива отдельную котельную. В мае месяце горсовет принял решение о строительстве этого объекта. Вопрос городской власти. Почему у нас нет котельной? Чиновников люди приглашали на митинг. Но те не приехали. Поэтому идут искать ответы сами. На предприятии Укртранснефтепродукт, которое сейчас управляет заводом, им даже не открыли двери. А в департаменте городского хозяйства, который отвечает за поставку тепла, на месте не оказалось ни одного сотрудника, чтобы разъяснить ситуацию. В итоге люди прямо в приемной начальника ведомства выдвигают ультиматум. Заявляем о том, что если нам не дадут тепло, мы перекроем дорогу и ни одну машину не пропустим по нашей трассе. Мы также пытались узнать в мэрии, как видят они решение проблемы, но в комментарии нам отказали. Отопительный сезон в Одессе должен начаться через 2-3 недели. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.